Госдух. Такое-то утверждение. У пространства есть только три константных однородных свойства. Протяженность, объемность, сместительность несостоятельна по такой-то причине. Первое. Как пространство может в себя что-то вмещать, если с материальной точки зрения это ничто, ноль, ничто не может в себя ничего вмещать? То есть, утверждение такое-то, в части такое-то неверно, потому что как это может быть? Процесс удивления не является критикой. Это просто удивление млекопитающего. Должно быть по такой-то причине. Здесь причины у нас нет. Да, с материальной точки зрения ничто, но вот стакан может вмещать в себя воду. Как вот вы это понять и божите, а? Вот вроде все нормально, такие вопросы. Как пространство в себя что-то вмещать? Легко. Пространство нематериально, ничто ноль. Ничто может в себя вмещать материю. Вот объем. С материальной точки это ничто. Объем может вмещать в себя микрофон. Ну, что такого? Как вы это понять-то не можете? Ну, пространство с материальной точки зрения это ноль. Просто материя может быть невещественная. А вещество невещественным быть уже не может. А что, причем здесь вещество? Вот здесь материя, она из трех видов может состоять. Вещество, частицы поля, да? Это то, что расположено в пространстве, проявляет какие-то свойства. Какие-то свойства оно проявило. Материя. Я к тому, что у человека что-то нет какой-то оболочки, значит нет вот этого внутри, куда можно что-то поместить. Изначально они спорят со справочной литературой, с справочником по физике, где написано, что такое объем, что-то при физической величине. Вот просто открываете справочник и читаете. То есть он не со мной спорит, он вообще, ну, как бы системой определения спорит, как люди привыкли. Ну, вот пытаемся как-то ответить, как-то помочь. У него удивительность, как пространство может себя что-то вмещать. Но, с одной стороны, это вроде как должно, ну, описано в справочник, но, с другой стороны, это не дали ему в школе. Это должно быть четвертый, например, класс, я не знаю, пятый. Это должно быть объяснено. Пространство, вместительность, свобода перемещения – это вещи простые, которые должны быть определены в школе, предоставлены. Это мы не даем детям, потом мы получаем. Это взрослый человек, он, в принципе, оперативно мыслит, но у него вот это такое происходит мышление. Он не понимает, как объем может себя вмещать в материю. Да, ну, предлагаю, Госдух, как-то вот предлагаю понять, что нематериальное может себя вмещать. Вот внутренность кружки нематериальная, ну, туда может хвостик входить, горшочек, да, как это, ну, и, а. Ой, выходит, то есть, входит. Входит. Входит и выходит, нормально. В кружку мы можем налить молочко. Молочко – это материя, кружка внутри имеет полость. Это часть пространства. Мы можем заполнить его материей, можем не заполнять. И когда вы, как пространство может себя что-то вмещать, это вот мы пройдем эксперимент, нальем в кружку молока. Второе – объемность. Объемность включает в себя плоскость, линейность, точность в вопрос. Включает. Значит, это уже не только объемность. И чего? Далее. Теоретически объемность может дальше расширяться на тессеракт, в пятихатку, пентеракт. Теоретически объемность не может расширяться. Вранье. Но объем – это одно, пространство – это одно, линия – это другое, плоскость – это третье. Четырехмерность – это маразматическая фантазия. Это шестое, седьмое, восьмое. Да мы пока этого не ощущаем, но если у пространства есть эволюция. Нет у реальных объектов эволюции никакой. То скоро объемность превратится в тессеракт, а потом в петеракт. Ну, ерундовские фантазии, придуманные оленями для замутнения сознания. Вот пространственные объекты не могут как-то эволюционировать, у них нет этого свойства, у них нет того, что мы можем заставить эволюционировать. хвост у пространства взять и заставить его эволюционировать, мы не можем по причине отсутствия хвоста у пространства. У пространства есть то, что мы перечислили. Объёмность, свобода перемещения, протяжённость, вместительность. Протяжённость – это линейные расстояния, тогда это частный случай объёмности. Это лишнее. Какое лишнее? Вам рассказываем элементарные вещи, в которых вы путаетесь. Вам разжевать надо каждую ложечку. В рот их складывать и заставить глотать, и то вы не в состоянии этого сделать. Объёмность уже включает в себя линейную протяжённость. Я рад за вас. Кое-что вы способны понимать, а дальше у вас обнуление идёт. Плоскость. Если отдельное свойство пространства, объёмности и протяжённости, то тогда не хватает ещё одного свойства по эвклидовой геометрической логике. Ой, зачитано. Уважаемый густ дух, вот у вас кое-где прям прогресс, замечательные мыслительные способности, но кое-где у вас даже непонятные такие глюки, баги. Докажи логичность логики, то, что ты верно интерпретируешь закону логики. Доказать паспорт. Ну вот, есть законы логики, они перечислены, не надо доказывать их логичность. Вот здесь логика, есть нелогика. Вот ковёр не является логикой, и доказывать его логичность мы не будем. И нелогичность мы не будем. Это просто рожные объекты. Вот, что такое логика, известно. Это вот четыре закона. Три для мышления, один для убогих. Ну, тоже полезен бывает. У них логичность по определению. Законы правильного мышления. И люди это мышление распознают как правильно. Каждый закон передаёт вполне конкретную суть. Бить за такие вопросы надо было лайкой, прямо в твердь паспорта, если сможете его доказать. Зачитано. Госдух. Сейчас есть более современное понятие про фотон. Фотон – это и не частица, и не волна. Это... Готовы? 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 Это поле! Ну, что сказать. Зачитано. Ну, хорошо. Если колебания не являются материей. Я, в принципе, этот процесс и данную логику понимаю. Допустим. Но почему тогда поле является материей? Поле – это ведь не колебания, но поле – это ведь передача от дискретной материи силы воздействия. Почему оно является материей? Магнит – материя, и магнитное поле – тоже материя. Но почему тогда воздух – материя, а колебания воздуха – не материя? Тут логика нарушена, нет, колебания не проявляют физические свойства, а сила проявляет. Я ведь по вашему уже определению, что проявляет физические свойства, есть материя. Ах, да, и еще находится в пространстве. Но в данном случае это не важно. на самом деле все просто. Я не могу понять, как вы медленно к этому шли. Мы прям дрались с этим, судя по комментариям. Но если у нас объект есть, вот он реально, вот он есть в пространстве, что-то есть между этими двумя кусочками, между двумя этими магнитами, что заставляет один магнит над другим держаться. Это реальный объект. Мы пришли к выводу, что это расположено в пространстве и проявляет какие-то физические свойства. Открываем определение. Материя это то, что расположено в пространстве и проявляет какие-то свойства. Следовательно, поле это материя. А дальше подробности. Какая это материя? Вот ответ на ваш вопрос. Почему тогда поле является материей? Потому что оно расположено в пространстве. расположена в пространстве и проявляет какие-то физические свойства. Всё просто. Мне кажется, что ещё немного вы к нам вернётесь. Тук-сем раз. Подпишется же. Накопленная информация уничтожит временно массу Вселенной, где на возникший критический объём отсутствия информации может запуститься цепная реакция на уничтожение фрактальной Вселенной. Если на Вселенную смотреть со стороны фрактал, то она бесконечна. Если смотреть со стороны хаоса, то она состоит из одного кванта. Например, как работает квантовая спутанность у квант-частиц, но как квантовое распутывание, что в природе и происходит частями. Ну, как-то так. Удаляя информацию в квантовых компьютерах, удалим реально и нашу Вселенную. По времени произойдёт это быстрее, чем её было рождение. В общем, узелок завяжется, узелок развяжется, как и Вселенные рождаются. Это вот такое вот творится. Кто-то там лаптём щи хлебает, а тот смотреть со стороны хаоса на Вселенную. Как вы можете посмотреть со стороны хаоса? Сторона хаоса это где? Ну, там вверх, ну, там вниз. Север, юг, запад, восток. А где со стороны хаоса? Или со стороны фрактальности? Нету таких сторон. Поэзия, поэзия, поэзия. Ребятушки. Откуда вы знаете, что кажущаяся нам объективная реальность на самом деле не является чьим-то воображением из дне пространства, которое вам так знакомо? Это, скорее всего, вот эти приверженцы. Теория о том, что мы живём в симуляции и так далее. Что это кто-то придумал, написал ему программу. Ну, вот каждый человек, в принципе, состояние, ну, обычный спокойный человек, нормальный, отличать воображаемое от реального. Отличается чем? Вот вы ухо себе оторвали во сне, утром оно у вас опять есть. Если в реальности оторвали, во-первых, вам больно, вы не будете это отрывать. А если оторвёте, то не будет его на следующий день в реальности. Такими примерами можно. Можно ещё посложнее примеры найти. Но люди справляются с этим. Оттуда мы и знаем, что вот там реальность, а здесь нереальность. Фил Элрор 37. Офигеть! Когда человек, убеждённый, принял теорию Дарвина о происхождении человека, затем принял теорию Эйнштейна о выскорблении пространства, подкрепив всю эту теорию Лобачевского и сложил всем немое число и отрицательное число в теории Саватеева с убеждением, что квадрат — это круг, но на самом деле треугольник, переходящий в овал морского узла кривых линий по горизонтали в вертикальном положении, то мы получим поколение студентов с накрашенными волосами, которые имеют, считают себя девушками. Относительно биологии он мальчик, относительно внешности он девочка. Так появляются сомнительные люди, сомнительные, но ни в коей мере не числа. За чей-то на чё? Ну это вот реальная жизнь, вот наша жизнь, 21 век, мы в этом живём, ну так вот и получается. Юзер С и 8. Послушаем этого академика. Пространство — это объект и начинает махать своими грабками, описывая, объясняя нам свойства пространства, отсылая нас засохшему, как говно мамонта, мнению древних греков. Попробуй сосредоточиться напряги своим мозг, пойми, что это невозможно доказать существование, что не имеет физических свойств. Катючек ничем не отличается от нелюбимого им Лобачевского, Гаусса, Риммана, Менковского и других, принимая светлый образ в своём мозгу за действительный объект, не понимая, что нет вокруг нас во Вселенной ничего, кроме материи. Первый постулат теории проталкивания оказался вратухшим. Этот человек доказывает, что пространства нет. Ну вот как так? Пространство — это объект. Да, пространство — это объект. Вот если пространство — это не объект, то мне и сейчас написал не субъект. Вот это вот, в принципе, вы красноречиво пишете вот эту вот болтологию про яйца, бобра, про грабки, всё это пишете. Пишете Пкауса, Риммана. Прикольно пишете, но либо вы — субъект реальный, расположенный в реальном пространстве и пишете мне из реального пространства. Либо вы — воображаемая абстрактная чапчерица из нереального пространства. Вас нет в природе. Либо вы в фантазиях, либо вы — в реальном пространстве. Если вы в реальном пространстве, значит оно объективное есть. Сосредотачивайтесь. Кто вы? Воображаемый пингвин, который мне пишет Или реальный человек из реального пространства А нам приходится Реально нашей цивилизации Делать искусственное дыхание Вот люди сознание теряют Он не уверен, что он в пространстве Наоборот, он уверен, что он не в пространстве находится Он в материи находится Вот матрёшка в матрёшке Что происходит Когда матрёшка в матрёшке Материя в материи, да Но внутри большой матрёшки Есть пространство, куда вы можете Разместить, где вы можете Разместить ещё одну материю Кусок материи, объект материальный Кошачелло ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин